Выключаю телефон, и я с вами. Алена, добрый вечер. Братслов, никогда там не была. Надеюсь, что у вас хорошие новости и карантин проходят спокойно. Всё, слава Богу, люди собираются, и очень рады вас видеть в такое непростое время, что мы продолжаем с вами встречаться, и никакие карантины нам не помеха, и никакие 100 человек не смогут, как это, заключить наш урок в Иранке. Сейчас в Израиле вообще жёсткие требования к карантину, уже больше 10 людей собираться нельзя, а у нас уже в 3 раза больше. Слава Богу, всех вас приветствую. Шалом, Москва. Очень переживаем. Кстати, очень хотела упомянуть двух людей из Москвы, за которых я хотела бы помолиться, и этот урок в их честь. Сейчас, секундочку. Где я это видела? Рабызя Коган, конечно же, пусть все будут здоровы, вся московская община, которая сейчас переживает тяжёлые времена. Пусть все заболевшие исцелятся, и все, кто ещё ожидает своего подтверждения, своих результатов, поймут, что это обычный грипп, а не то, что мы думаем. Гершин Бен Ривко, пусть скорее он поправится и выйдет из тяжёлого этого состояния, вернуться к жене, к шести деткам своим. Секунду, в нашем городе сегодня обнаружили женщину, которая заболела. Я очень хочу тоже за неё сказать пару слов. Сейчас, секунду, как её зовут? Ольга. Секундочку, ещё и имя. Ольга Батьяфа. Хочу, чтобы вы тоже сказали всех, кого вы знаете, кто сейчас болеет или находится в тяжёлом состоянии, пусть этот урок будет за их полное исцеление с Божьей помощью. Не только их, но и всего нашего мира, который очень заболел. Кстати, знаете ли вы, что наша недельная глава, Вейкель, она начинается с указания Всевышнего соблюдать шаббат. И это очень в тему, потому что именно этот шаббат будет соблюдён с Божьей помощью во всём мире. Не работает транспорт, не работают школы, не работают бары, не работают рестораны. Все мы будем сидеть дома вместе со своими семьями, и хотим мы того или нет, мы так или иначе будем соблюдать шаббат. И может быть, это то, что должно было случиться, когда все вспомнят о Всевышнем, все поймут, что не в наших руках стоит этот мир. Вообще мы знаем, что человек 20-20 — это человек, у которого есть всё. Не только деньги, не только связи, но ещё и гиша. Мы можем достать любой товар в любом мире, любого человека в любом мире. И может быть, именно нашему поколению стоило таким маленьким вирусом, маленькой бактерией показать, что не всё в наших руках. И немножко направить наши лица внутрь к себе. Добрый вечер. Мы с вами начинаем. Я рада, что вы собрались. Недельная глава. И, конечно же, я была уверена, что в этой недельной главе я найду что-то про вирус, про карантин, про то тяжёлое время, в котором мы сейчас находимся, потому что Тора — это самая актуальная книга на все времена. Поэтому, несмотря на то, что я не хотела затрагивать эту тему, потому что уже всем надоело слушать новости, всем надоело читать ужасы, которые творятся, но нам же всем интересно, как Всевышний смотрит на эту ситуацию. Поэтому я рада, что вы со мной. Карантину посвящается. Человек заболел, мне о ком-нибудь сказано, и сдал анализы, которые надо было сдавать, и на следующий день звонит ему врач и говорит, у меня для вас две новости. Одна плохая, а одна очень плохая. Первая новость. Ваш диагноз подтвердился, к сожалению, он запущен, вам осталось жить 24 часа. Неужели есть новость, которая будет хуже этой? Да. Результаты пришли вчера, я забыл вам об этом сказать. Сейчас, к сожалению, в нынешней ситуации эта история, она совсем не смешная, но все мы с вами в определенной мере болеем болезнью, которая называется откладывание. Мы постоянно откладываем все. Конечно же, мы не хотим сказать, что мы безалаберны, что мы не стоим на своем слове, мы всегда придумываем себе отмазки. Я это сегодня не сделал, потому что. Я это сделаю завтра, потому что. Сегодня неудобно, сегодня я отложил, сегодня не время. И так мы постоянно, постоянно откладываем вещи, мы знаем, что те люди, которые любят откладывать, у них никогда не получается сделать что-то правильно. Экзамен нельзя выучить за последний день. И подарок лучшей подруге или мужу нельзя купить за один день в ближайшем магазине. Любые важные вещи мы должны делать заранее, и тогда мы придем к определенному уровню, который нас устроит. Сказали наши мудрецы, что... Извините, сушильная машина, можно я выключу? Мне кажется, что вам этот звук тоже мешает. Секунду. Спасибо большое. Сказали наши мудрецы две вещи по поводу... Зарезут по поводу быстроты выполнения наших действий. Первое, что тот, кто спешит сделать какую-то вещь, он получает уже половину мозали, половину вознаграждения. Потому что мы знаем, чем больше времени у нас есть, тем лучше мы сможем сделать ту или иную миссию. И второе, то, что у нас написано в ГМОРЕ, привет, Варшава, хороших вам новостей. Зарезим Макдемим Левицва. Это значит, что человек, который делает что-то быстро, он считается праведником. Например, нет возраста, в котором поздно сделать обрезание. Когда вы поняли, что вам надо сделать обрезание, или вашему ребенку прошла желтушка, все показатели в норме, неважно какой это день, чем быстрее надо сделать обрезание. Откуда мы это учим? От Авраама, о котором мы с вами уже говорили, что Ваяшкем Авраам Бобокер. Стал он рано-рано утром. Помните, когда он должен был пойти убить своего единственного сына, Ицхака, от которого должен был произойти весь еврейский народ. Что каждый из нас должен был сделать на его месте? А он должен был сказать, «Подожди, Всевышний, я, конечно же, это все сделаю, но дай я помолюсь сначала, паучу какой-то хаседут, настрою свои волны святости на полное понимание того, что я делаю». Нет. Он скачал рано утром, как будто бы он пошел женить своего сына и помчался делать такую вещь, которая бы поставила крест, извините, на все его миссии, потому что больше сына Ицхака у него не будет. Сказано, что от Ицхака произойдет еврейский народ. Нет любого какого-то сына, чтобы Авраам думал, «Ладно, не от этого, так и родим с Арочкой другого». Всевышний же не обманывает. Италия, за вас мы молимся от чистого сердца. Надеюсь, что вы в тепле дома, в безопасности. И следите за вашим самочувствием. Ждем от вас очень хороших новостей. Италия, мы с вами. Итак, мы с вами сказали, что тот, кто спешит сделать хорошее дело, он благословляется со всех сторон. И тут в нашей индейной главе происходит невероятная вещь. Мошера Бейну как бы откладывает, и откладывает, и откладывает очень важную вещь. Какую вещь он откладывает? Он был 40 дней у Всевышнего. Помните, на горе он пришел, увидел, что евреи сделали тельца, о котором мы говорили в прошлой неделе на главе. 40 дней он наводит порядки на земле, потом опять поднимается, на 40 дней опять спускается. И что Всевышний ему говорит? «Послушай, мало того, что я простил вас, салахтики двореха». Помните, именно эту фразу мы с вами вспоминаем в Йом-Кипур, потому что она была сказана 10-го тишрея. В память об этой фразе мы празднуем с вами Йом-Кипур, потому что в эту дату каждый год Всевышний нас прощает. Салахтики двореха. Я простил весь еврейский народ за все, что он делал. Кроме этого, передай еврейскому народу, чтобы я хочу, чтобы они построили мне дом, и мы начали жить вместе. Я хочу быть навсегда с этим народом. Мы все с вами знаем, что у молодой пары нету большего трепета перед мыслью, даже не о свадьбе, а о том, что вот-вот они начнут жить в одном доме, они начнут готовить ему завтрак, и он начнет ее будить чашечкой кофе поутру. Никогда такого не происходит, не ждите, но все думают, что так оно и есть. И тут Всевышний в Моше с такой невероятной новостью спускается к еврейскому народу. И что? Он просто не рассказывает эту новость. Как вы думаете, если у вас есть какая-то крутая новость, которую вы должны рассказать? Ваша дочка поступила в университет, вы об этом узнали первым. Я не знаю, парень, которого вы предложили девушке и сделали шедук, вдруг говорит, что он ее очень хочет и ждет следующей встречи. Я не знаю, вы выиграли в лотерею миллион долларов. Первое, что вы хотите, это прибежать, быстрее всем рассказать. Даже не добежав до дома, вы тут же пишете смски, ватсапы, и посылаете голосовые, чтобы быстрее, быстрее рассказать эту новость. Как вы думаете, была ли новость круче, чем сказать еврейскому народу, что мало того, что Всевышний вас простил, он еще предлагает вам руку и сердце и хочет жить с вами вместе. Это значит соединиться с союзом на все времена и больше никогда не ссориться. И да, моя любимая тетя, привет. Рада, что хоть интернет нас объединяет иногда. Итак, мы продолжаем. Секунду. В общем, как так получается, что Моше первым делом не прибегает к еврейскому народу и не говорит, что же такого произошло. Он спускается, спрашивает у всех, как дела, моется, приходит его тестья трон, делает огромную трапезу, зовет мудрецов, зовет своего брата, ложится спать и только на следующий день говорит, ааа, забыл вам что-то сказать, а ну-ка, ну-ка все подойдите, я вам новость какую-то скажу. И рассказывает евреям о предложении руки и сердца самого Всевышнего. Все мудрецы задают один и тот же вопрос, как можно было ждать, по-человечески, как можно было ждать, ведь мы с вами знаем, что любую хорошую новость и, к сожалению, даже плохую нам не терпится рассказать и поделиться с другим. И второе, почему Моше не исполнил заповедь, которую дал ему Всевышний, ведь еще один день отложить свадьбу для каждой невесты, это очень сложно. Представьте, сколько сейчас невесты проливают свои слезы от того, что их свадьбы сорвались. Вот моя соседка, она швея платьев. Все невесты отказываются от платьев и говорят, что зачем нам надо ради десяти человек какое-то шикарное платье за тысячи долларов, если мы можем одеть белое платьюшко и мама, папа, бабушка, никто больше этого не увидит. Даже фотограф это вместо одного члена семьи. Так вот, наш вопрос, почему Моше держит это в секрете и почему он может это вскрывать? Извините, я немножко переживаю, сумасшедший дом с этим карантином, дети по Песах, но я с вами. Секунду. Окей, один из мудрецов и рабах, он нам говорит, может быть, Моше Рабейну пришел поздно вечером и знал, что он должен собрать весь еврейский народ от Алиф, Дотав. Это значит, что он должен собрать мужчин, женщин, бабушек, дедушек и детей и сказать им эту новость. Может, это было настолько поздно вечером, что он уже не ожидал всех собрать, потому что дети пошли спать, мужчины купают, я не знаю, детей, учатся, женщины готовят завтрак на следующий день и поэтому он сделает на следующий день. приходит Раша и говорит, нет, ты ошибаешься, помни, что я тебе сказал недельную главу Итро. Пришел Итро, и Мушер Рабейну не спеша сел с ним и накрыл столы, и они долго кушали и разговаривали. У него было очень много времени, кушать и говорить у него было времени, а сказать еврейскому народу такую важную новость нет? тоже очень странное объяснение. Может быть, говорят наши мудрецы, он не хотел им говорить об этом, потому что был Йом-Кипур, 10-й Атишрея. И первое, что люди должны были сделать, это побежать и собирать деньги на постройку мешкана, на постройку их общего дома, в котором они будут жить. Может быть, Мушер не хотел, чтобы они трогали деньги в этот святой день, чтобы они отдыхали. Но мы с вами только что сказали, что Мушер Абейну кушал. Это значит, что не было Йом-Кипура. Все года мы празднуем Йом-Кипур в напоминании о том дне, когда Мушер Абейну кушал и не сказал евреям самую главную новость. То есть, не было вечера и не было предостережения, чтобы они трогали деньги. Что же тогда Мушер Абейну заставило откладывать такую важную новость на попозже? Кстати, если сравнивать Мушер Абейну с Элиэзером, это раб Авраама. Авраам сказал своему слуге Элиэзеру, иди, пожалуйста, в другую страну, приведи жену моему сыну Эцхаку. Элиэзер пошел, это должна была быть очень долгая дорога, но Всевышний сделал чудо, он проделал ее за несколько дней, шалом всем. И когда он приходит, родители рифки говорят, послушай, ты такую долгую дорогу проделал, сядь, покушай, вот мы тебе стол накрыли, отдохни, помой ноги, дай своим верблюдам покушать. Что он сказал? Не, 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 я здесь просто шалех, я посланник, я не могу делать ничего для себя, пока я не сделал то, что попросил мой хозяин. И параллельно с этим мы видим, как себя ведет Машир Абейну. Он был посланником от Всевышнего, не от Авраама, от Всевышнего передать нам хорошую новость. И он не забывает помыться, покушать, пообщаться с женой, спросить, как дела у своих детей. Странно, что Машир Абейну выступает в своем поведении обычному слуге Авраама. Тоже я очень хочу вам сказать, что эти две главы, они очень-очень странные. Вайгели Пкудей. Это две главы, которые, как бы мне несложно было это сказать, лишние в нашей Торе. Если мы говорим о том, что вся Тора, она очень лаконична, нету лишней буквы, нету лишнего психа, нету лишней точки, которая сказана в Торе. Иногда невероятные, глубокие, глобальные заповеди мы учим всего лишь от одного слова. Тфилин, который мы покупаем нашим мужьям или они сами себе за бешеные деньги, говорится, только повяжи что-то там на руку свою и дай какое-то напоминание между глазами своими. Ни цвет, ни фасон, ни качество, ни что там должно быть написано, этого всего нету. Это уже нам передают мудрецы. Шхиту мы вообще учим из одного слова. Законы, кашрута, мясо и молока, не ешь козленка в молоке его матери. Дай сюда больше бы не ела ни козленка, ни молоко, ни его маму. Но из этого предложения вывели столько законов, которые вообще далеко отходят и от козла, и от его, извините, матери. И тут Тора дает нам две главы, двести предложений, которые ничего нового нам не несут и ничего нового нам не говорят. Две эти недельные главы всего лишь повторяют все то, что мы уже знали. Те же самые вещи, которые были сказаны до, в этой недельной главе рассказываются, как они или уже сделаны евреями, или уже поняты евреями, или просто так повторяется для красного словца. Спрашивается вопрос, а как, зачем двести псуким лишние в этой, даже не в этой недельной главе, эти две недельные главы лишние в Торе. И Раби говорят красивое очень объяснение этому. Это не лишние слова. О чем мы с вами говорим постоянно? Что мы с вами не стесняемся повторять? Те вещи, которые мы любим. Подумайте, сколько мы можем говорить про первое слово нашего малыша, про непонятную поделку, которую он сделал, про первое слово, первый шаг, про какие-то маленькие вещи, которые нам важны. Мы продолжаем и продолжаем и продолжаем о них говорить. Всевышний говорит, я знаю, что я лаконичен, я знаю, что нету ни одной буквы лишней в моей Торе, но я не могу молчать. То, что в этих недельных главах сделали люди, я настолько был потрясен, что я хочу еще раз, еще, еще двести предложений Всевышний сказал только, чтобы вы поняли, как это велико было в глазах Всевышнего. Какие это вещи, а вещи, что люди дают деньги. И как они дают деньги? Открывайте нашу недельную главу, и вы обалдеете. Утром, утром, кстати, я посмотрела на русском языке, перевод только одно утро, но на иврите там написано бабокер, бабокер, рано-рано утром. Люди заполнили полностью запас, не запас, а ту сумму, которую Муше сказал, что надо потратить на мешкан, люди принесли рано-рано утром, так, что Муше должен был сказать, стоп, хватит, мне уже некуда, мне эти деньги уже некуда тратить. Это был первый-единственный сбор денег, который закончился именно таким путем. Первое, почему говорят рано-рано утром, потому что они не ждали даже, пока Муше и его посланники постучат в дома с просьбой, и могли бы вы, пожалуйста, дать на постройку мешка на деньги. Они проснулись рано утром, одежда была готова, пакет с деньгами был готов, женщины наконец-то отдали свои украшения, и они побежали Муше давать эти деньги для того, чтобы это было чисто их инициатива, а не то, что их попросили. И второе учит наши мудрецы из-за этого утром-утром, что если вы хотите знать, хочет ли вам человек одолживать деньги или нет, прислушайтесь к его ответу. Если вы у него просите одолжить деньги, и он говорит, позвони мне утром, это значит, что он готов вам дать деньги. С самого утра, когда у тебя будет возможность, приходи, бери. Большая вероятность, что вам эти деньги даст. Если человек вам говорит, ну давай так, позвони мне вечером, мы договоримся. Это значит, что человек думает, ну может быть, до вечера он где-то сам справится, возьмет в банке суд, найдет других друзей. Он не хочет вам давать эти деньги. Так вот, эти люди, они хотели давать деньги. Сивы Мошера Бейну пришлось сказать, хватит, больше не несите, касса полностью заполнена. Иногда мы знаем, что какая-то постройка очень долго строится, будь то мост, или какой-то городок, или дом очень долго строится. И всегда спрашивают, ну неужели такое количество рабочих не могут построить этот дом намного быстрее. На что всегда отвечают. Так если они построят этот дом быстрее, на что они будут собирать деньги? Чем дольше строится дом, тем больше раввин общины, или кто-то, я не знаю, прораб, он может ходить и собирать деньги на то, чтобы это здание быстрее закончено. Тут даже не надо было ждать. Но, больше того, я вам скажу, кроме того, что они дали деньги, есть одна вещь, которую дать намного сложнее. Скажите вы мне. Правильно? Сложно дать свое время. Как часто мы сталкиваемся в жизни с тем, что нам легче заплатить няню, чтобы побыть с нашими детьми. Я не знаю, когда муж говорит, да ладно, ну возьми себе, я не знаю, человека, пусть он тебе это все починит, только чтобы не тратить свое время. Как нам сложно выбиться из нашего темпа жизни и посвятить кому-то 10 минут нашего разговора, 15 минут поддержки, я не знаю, позвонить своим родителям, позвонить своей бабушке, поучиться со своими детьми. Да мы столько всего придумываем, кружки, уроки, хотя все то же самое мы могли бы сделать сами. Но что время дать намного сложнее, чем дать деньги? В этой недельной главе то, чего Всевышний просто кайфует, люди давали все, что они умели. Мало того, что они сдали деньги и сказали, ну в принципе уже бригада есть, строители есть, парочка арабов будет это все строить. Они каждой записали список, что они умеют делать и когда бы они хотели начать это свои знания применять в постройке Мишкана. Они, почитайте Тору, они готовы были, женщины пряли ткани, мужчины строили, забивали камни, забивали, они кто? Все семьи пришли, чтобы кайфовать от того, что они сами своими руками строят дом для своего возлюбленного Всевышнего. И это то, что Всевышний не устает нам повторять. Как круто, ребята, было в то время, когда вы готовы были дать ему свое время, когда вы не заполняли весь свой день заработком денег, когда вы приходите домой, первое, что вы делаете, вы хватаете телефоны, включаете сериалы, которые вы не смотрели, игры какие-то. Вы не то, чтобы мне сейчас не уделяете время, вы не уделяете время своим близким, а помнитесь, посмотрите, что есть вокруг мира, который сотворил я и он чудесный. Оторвите свои глаза от экрана. Может быть, для этого и создан вирус, для того, чтобы каждый из нас счутился внутри своей семьи и, наконец-то, научился с ней общаться, без того, чтобы приводить чужих детей, чужих людей к себе домой. Идем с вами дальше. Как сложно отдавать другому свое время. Хотела вам рассказать историю про Якова Ротшильда. Это был папа барона Ротшильда знаменитого. Он жил во Франции. И вот один раз бедный-бедный человек с пригорода Франции, который целыми днями учил Тору. И вот пришло время, когда его дочкам надо было выходить замуж, и он понял, что без приданного их никто не возьмет. И он решил отправиться к Якову Ротшильду, чтобы просить у него денег на свадьбу дочерей и на приданное. Он пришел в синагогу, где должен был учиться Яков, и увидел там одного человека, который сидел и учил Тору. Ну, наверное, это какой-то бедный человек, у которого нет работы. Пойду-ка я и спрошу у него, уверена, что он знает, где живет Яков Ротшильд. Он подошел к нему, подождал, пока он домолится, и сказал, можешь ли ты мне, пожалуйста, показать, где дом вашего богача? Хорошо, что ты хочешь? Я хочу ему попросить денег на свадьбу. Пойдем, я тебе покажу его дом, но я тебе, я знаю, что сегодня он не принимает. показал ему этот дом, и они попрощались. На следующий день, когда этот человек постучался в этот дом, открывает двери именно тот, кто показал ему этот дом. Ой, почему вы мне сразу не сказали, как вы могли не дать мне возможность дать вам кого-то поздороваться с вами нормально? Я повел себя, как необразованный человек, недобропорядоченный человек. Он сказал, ты что, я тебе так благодарен. До чем я мог помогать людям, это только давать деньги. Мне приносили чеки, я их подписывал и посылал назад. Первый раз за долгое время, когда я смог исполнить заповеди своими ногами и своим телом. Спасибо тебе большое за такую возможность, и, конечно же, я дам твоим дочкам больше, чем я обычно даю бедным невестам. Исполнять заповеди своим телом для Всевышнего намного важнее, чем когда мы даем деньги, не отрываясь от своего телефона. Вы со мной? Продолжаем, есть много чего сказать. Вторую историю я вам хочу рассказать, которая немножечко откроет нам всем шалом, рада вас видеть. Постановка каша от откровения. Да, да, спасибо большое, Олег. Я расскажу вам сейчас несколько историй, которые откроют нам занавес, почему Мушера Бейну так медлил, хотя медлить и евреи и нельзя, и что мы от этого учим. Очень хасидские такие вещи, которые помогут нам в карантине справиться с нашими буднями. Эту историю я вам уже рассказывала, если вы ее помните замечательно, расскажу в этот раз немножечко короче, но я бы хотела, мы в прошлый раз рассмотрели один аспект, а сейчас бы я хотела рассмотреть другой, который подходит к нашему уроку. Итак, я вам когда-то говорила, что был такой человек, Моше Эрингер. Я не произношу букву Р, поэтому такие фамилии для меня всегда тяжелая проверка. В общем, Моше Эрингер. Не запоминайте. И он ездил по разным странам, но у него было одно правило. Каждый Йом-Кипур он дома. 364 дня в году он зарабатывает деньги на семью, и семья не жалуется, он посылает им огромные суммы, но что, Йом-Кипур он всегда должен быть дома. И вот один из Йом-Кипуров. Помните эту историю? Если да, покажите мне лайки, и я тогда буду еще короче. И вот один раз он не успел на свой рейс, он летел с пересадкой во Франкфурте, опять буква «Р», и должен был остаться на Йом-Кипур. И он, конечно же, очень расстроился. Нету его сидора, нету его вещей, нету его одежды, и, конечно же, нету того хазана, с которым он привык молиться все эти годы больше 60 лет. У него не было вообще никакой одежды, его поселили в гостинице, и он начал искать синагогу. К своему удивлению, синагога оказалась не так далеко, и это была огромная синагога, которую он никогда в жизни таких размеров не видел в своем большом достаточно городе Хайфе. Это была огромная синагога, больше, чем на 2000 мест, большинство людей там было русскоязычные выходцы из Советского Союза, пережившие Холокост люди, и он начал немножко успокаиваться. Такие люди, наверное, молятся по-настоящему, потому что видели Бога воочию. И вот началась молитва, и он понял, что такую молитву он не слышал никогда в своей жизни, его любимый Хазан не сравнится, потому что этот Хазан читал молитву, как будто бы в мире нету никого, кроме него и Всевышнего. И он, конечно же, расплакался, и эта молитва была самая искренняя за все его года, и он решил узнать, что же такого скрывает в себе этот Хазан, и почему его молитва такая особенная отличается от всех. Этого Хазана звали Цувик Гринвальд, и он сказал, что после молитвы он обязательно расскажет свою историю. Вот молитва закончилась, они встретились, и Цувик Гринвальд рассказал, что он Хазан давным-давно, с самого детства, его мама отправляла в музыкальную школу, у него был замечательный голос, и он решил этот голос посвятить святости, и он был Хазаном. И в эту общину его звали очень-очень часто, его платили огромные деньги, и потому что молодой организм, он мог вести такие молитвы, петь, соблюдая строгий пост без еды и питья 25 часов, и он всегда с этим справлялся на все сто. И вот один раз, после тяжелой-тяжелой молитвы, он выходит из синагоги, когда Йом-Кипур уже закончился, он выключает в зале свет, он готов закрыть двери синагоги, как вдруг он увидит человека с белой кипой, знаете, такую белую кипу, которую люди одевают при входе в синагогу и оставляют ее там же на охране и идут дальше без кипы. Он приходит и говорит, подождите, подождите, а когда же будет Коль-Нидра, я должен послушать, сегодня же Йом-Кипур. Нет, вы ошиблись, уже все люди кушают дома, уже Йом-Кипур закончился. Нет, не может быть, сегодня Йом-Кипур, я посчитал, сегодня должна быть эта молитва. Нет, я хазан этой синагоги, Йом-Кипур только что вышел, я тоже спешу покушать. И он начал плакать. Человек шестидесяти лет стоит в своей белой кипе и плачет. Расскажите мне, что произошло, сказал Цовик. Вы знаете, мой папа умер у меня на руках. И последнее, что он мне сказал, я не знаю, сын, что станет с тобой. Я не дал тебе достойного еврейского образования, потому что мы жили в такое время, когда надо было скрывать, что ты еврей. Но я тебя прошу одну вещь. Кем бы ты не вырос, пожалуйста, Йом-Кипур, ты обязан приходить в синагогу. Пока в твоей жизни Йом-Кипур, ты останешься евреем. Неужели в этом году я просчитал, с этого момента мое еврейство будет прервано? Цуви Гринвальд, конечно, подумал, подумал и решил. Я хазан этой синагоги, и я вернусь вместе с вами и прочитаю эту молитву. И он вернулся. И Цуви Гринвальд рассказывает, что это была молитва как никогда в его жизни. Ведь до этого, когда ему платили деньги, он всегда думал, слышат ли женщины на втором этаже, как я молюсь, приятно ли слышать голосом бизнесменам, мой голос с бизнесменом, который оплачивает мои прилеты, как люди видят меня, как я молюсь, как я выгляжу со стороны. А сейчас была совершенно другая ситуация. Он стоял и молился со своим папой, а я стоял наедине и молился со своим папой. И такая молитва, как тогда, въелось в мое сердце. Я решила с года в год не забывать это состояние и вспоминать тот Йом-Кипур, возрождать в себе то чувство, когда вокруг меня нету никого, а только я и мой Всевышний. Когда я вам рассказывала эту историю, мы с вами говорили про выбор человека, делать хорошо, делать плохо, быть посланником добра или не быть. Помните, мы с вами говорили, кто бы на месте ЦУВика поступил так же, или сказал бы, твое решение, в следующем году придешь и восполнишь то, что ты не сделал. А здесь я бы хотела немножечко остановиться на поведении этого человека, несмотря на второго, который ошибся в дате и пришел не вовремя. Этот человек раскрыл секрет, сам того не ожидая, потому что настоящий Йом-Кипур начинается с выходом Йом-Кипура. И об этом говорят все наши мудрецы, и мне кажется, это должно каждого из нас сейчас такое тяжелое время очень затронуть наше сердце, потому что я, когда это учила, мне прям хотелось плакать. Очень просто быть праведником Йом-Кипура. К Йом-Кипуру мы все готовимся. Помните, какие у нас были замечательные уроки перед Йом-Кипуром? Как подготовить себя, как Всевышний нас прощает, как открыты все двери, как Всевышний ждет от нас этого прощения, мы все приходим в этот день с определенным чувством, что мы это не мы, в нас есть какие-то внутренние силы, которые могут стоять в синагоге, молиться, просить, открывать свое сердце, не кушать и не пить, и даже не думать про еду, забыть про детей, про бытовуху, про все, и только открывать свое сердце в жажде, чтобы он нас простил и благословил на веселые, кашер до следующий год. А что потом, когда Йом-Кипур заканчивается, когда мы быстро говорим благословение и бежим кушать арбуз, пирог, мы тут же забываем о всем, что мы сделали. В Йом-Кипур очень легко молиться, потому что мы к этому дню готовимся, значит, что сложно разбить рутину. Вдруг в воскресенье вспомнить, что есть Всевышний, и помолиться так, как будто ты не опаздываешь на работу. Вдруг не в день рождения жены вспомнить, подарить ей цветы, а разбить рутину и подарить ей цветы посреди недели. Очень легко в определенные даты быть особенным. Мы к этим дням готовимся, но сейчас мы с вами вошли в карантин, который называется каждодневной рутиной, к которой мы не привыкли. Мы не умеем жить 24 часа в сутки с нашим мужем и с женой. Мы не умеем 24 часа в сутки быть с нашими детьми. Мы привыкли, что ими кто-то занимается, а мы только корнем ужином, слушаем, что было в школе, укладываем спать. Мы не привыкли находиться наедине сами с собой. И только сейчас у нас начинается настоящая жизнь, когда мы можем разбить повседневность и вспомнить, что каждый день он особенный. что Йом-Кипур начинается после Йом-Кипура. И именно сейчас за все наши действия, которые мы делаем, Всевышний нас судит, потому что только сейчас мы можем дать нашу голову, наши мысли. Мы можем вспомнить, что мы умеем делать и сказать Всевышний, я хочу со своими действиями построить мешкан. Мне некуда спешить на работу, меня никто не ждет. Посмотрите, это ногти человека, который сидит в карантине. Извините. Есть у нас такой посук, который говорит «Раскайся за один день до смерти». Так говорят Литаим. Как говорят Хасида, Хасида говорят «Раскайся за один день до прихода Машеха». В принципе, то, что мы говорим, это одно и то же. Но сколько приятнее думать, что завтра нас ждет не смерть с Божьей помощью, а приход Машеха. Каждый день он особенный. И не надо думать, что вот-вот пройдет карантин, и мы все опять выйдем и войдем в новую жизнь. Этот карантин дан нам не просто так. Может быть, посредством этого карантина мы можем нашу жизнь изменить на качественно другой уровень. Вот так. Спасибо. Сейчас. Тоже рассказывает, что один раввин в ней драке, он каждый раз поступал так. Вот он встречает «Шалом всем!» «Шалом Зураб!» Самый активный комментаторщик моих уроков. Спасибо большое. Этот раввин встречает своего ученика и говорит «Мазальтов, Мазальтов!» Что Мазальтов? Ни день рождения, ни жена, ничего. За что Мазальтов? Ну как? У тебя же была свадьба. А, у тебя же сегодня свадьба. Как, Раф? 20 лет назад вы были свидетелем на нашей свадьбе. Какая свадьба? Он говорит «Каждый день у нас свадьба». Что такое каждый день свадьбы? То, что мы сделали наш выбор 10 лет назад, это не печать, которая бессрочна. Каждый день мы с вами заново и заново выбираем того человека, с кем мы живем. Заново и заново каждый день мы выбираем друзей, с которыми общаться. И это связь, которая непостоянная, которая чахнет каждый раз от того, что мы ее не поливаем и возобновляется и расцветает, когда мы вкладываем в нее силы. Может быть, этот карантин специально для этого? Конечно, очень легко, как мы уже говорили, в празднике быть замечательным мужем или замечательной женой, когда есть повод приготовить вкусный ужин, когда есть повод посидеть с детьми и поиграть, когда есть повод сделать с ними какую-то поделку. Но нам не нужен повод. Кто-то из вас знает, что завтра не будет, что сегодня это не тот день, который последний перед смертью или приходом Машеха. А знаете ли вы, что все, что сейчас происходит, это то, что написано в книге Ехискеля, пророка Ехискеля, который говорил, что будет на всей планете болезнь, которую будет сложно победить, за то, что люди будут умирать, за то, что еврейский народ в это время должен сплотиться, за то, что перед приходом Машеха люди начнут соблюдать шабаты. Мы видим, что это будет первый шабат, когда все будут сидеть дома, и пусть даже с телефонами, но они точно не выйдут в магазин или в парки и рестораны. Все, что сейчас происходит, оно к чему-то нас определенно ведет. И наш выбор впасть в уныние или понять, что это время дано нам не просто так. Кто-то должен победить, или мы рутину, или рутина нас. С Божьей помощью к концу урока у нас будут с вами силы победить рутину, ибо мы будем знать своего врага в лицо. Часто я мужу говорила, давай съездим куда-то отдохнем, вдвоем. И казалось, что это сделает наши отношения еще ярче, еще красивее, мы заново влюбимся друг в друга. на Рабе говорит невероятную вещь. На каникулах, в поездках Шломбайт не рождается. Он рождается в рутине, он рождается в каждодневности. Именно тогда, когда муж спешит на работу и подходит и целует жену, это тогда, когда рождается Шломбайт. Мир в семье. Мы знаем, что семьи, не дай Бог ни о ком-нибудь сказано, распадаются не из-за ссоры, они распадаются из-за рутины. Из-за того, что да ладно, она и так у меня есть, что мне ей говорить комплименты, если что-то изменится, я ей скажу. Да ладно, что мне одеваться красиво, буду ходить целый день в халате, ведь если он меня выбрал, значит я его и так привлекаю. Это рутина, это скука, это нежелание возобновлять отношения изо дня в день в надежде, что вот летом мы поедем отдыхать и наши отношения станут лучше. Это иллюзия. Почему? Потому что нам лень вкладывать в эти отношения. Или не лень. Для этого ваша жена и ваш муж сидят сейчас рядом и вы можете сделать этот первый шаг, подойти и сделать ваши отношения немножко ярче. Окей, мы с вами немножечко отошли от главного вопроса. Почему Мошера Бейну ждет или рассказывает еврейскому народу о такую хорошую новость? Секунду. Первое, то, что мы с вами уже объяснили, немножко сбилось в смысле. Первое, что мы объяснили, Мушера Бейну, он не хочет, чтобы евреи в Йонг-Кипур делали что-то для Всевышнего, потому что в Йонг-Кипур, когда он приходит, они все ожидают этого. Это очень легко. На день рождения мы готовы загадать желание и исполнять все, что мы говорим. Сколько на Йонг-Кипур и Роша Шана мы взяли на себя хороших решений. Не прошло и полгода. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас продолжает исполнять то, что он пообещал Богу с условием, что у нас будет хороший год? Может, уже даже кто-то и забыл, что он пообещал Всевышнему. Всевышний хотел, Мушер хотел, чтобы это произошло на следующий день, когда евреи уже не ждали, когда у них прошла эмоция главная. Ну что, что Всевышний от нас хочет? Сейчас мы готовы дать все. Не сейчас надо дать все. А тогда, когда вы меньше всего готовы, я вам скажу и посмотрим на то, как вы себя поведете. Следующее. Мы, наш еврейский народ, он особенный во многом. Но что у нас никогда не отняли? Даже Гитлер Макшимор называл нас народом книги. Мы народ, который любит учиться. И ладно, сейчас, когда в такие времена мы посылаем своих детей в еврейские школы, я надеюсь, что каждый из вас сделает правильный выбор и поймет, что сознание Редонка строится сейчас, и если это будет не еврейская школа, то потом ему будет сложнее найти правильный путь ко Всевышнему. А мы его все ищем. Просто разными путями. Предлагаю вам изначально выбрать правильный путь, а не идти окольными и все равно прийти к одному и единственному нашему Всевышнему. Раньше, когда отправляли ребенка учиться, это значит, что теряли рабочие руки. Теряли человека, который мог выкопать еще 10 килограмм картошки, мог продать 10 пар сапог, стоя в лавке, мог, я не знаю, слить пару железных ножей в ковальне, на ковальне. В общем, мы поняли. Ребенка отправляли учиться в еврейскую школу только потому, что мы любим учиться. И Мушир Абейн, когда увидел, что еврейский народ обсуждает между собой все, что Мушир Абейн им рассказал, он не мог их отвлечь. Представьте, может быть, для вас это не так странно, но для меня, которая мама, которая дочка библиотекарши, и мои дети, внуки библиотекаря, вообще слова библиотекарша нету, я знаю. Когда моя дочка садится читать книгу, боже мой, я молчу, я закрываю комнату, лишь бы ей никто не помешал. Да какое убрать в комнате, да какое убрать за собой. Я сама за тебя, доченька, все уберу, только сиди и читай книжку. Вот примерно такое же состояние было у Мушира Абейна, когда он увидел, что евреи сидят и учат Тору и показывают Всевышнему, что сейчас они готовы принять ее с легким сердцем, с чистым сердцем. Он сказал, это важнее всего, потому что когда мы учим Тору, мы переворачиваем наше сознание и становимся другим человеком. Мы с вами сначала говорили, что дать деньги это легче простого. Дай Бог, чтобы мы все дошли с вами до уровня, когда нам несложно будет отдать деньги нуждающемуся рядом человеку. Второе, что сложно отдать, это время. А третье, самое сложное, что мы можем отдать, это наши мысли. Ведь когда мы что-то делаем для другого, наши мысли могут быть направлены внутрь себя. Какой я классный, что я помогаю. Какая я умничка, что это делаю. А может она во мне напишет пост в Фейсбуке, что я и так помогла, и это будет даже для меня реклама и новые клиенты. Что самое крутое, что мы можем дать Всевышнему? Это наши мысли. Это наша голова, нас мозг, который направлен на изучение Тора, так же, как это сейчас происходит у вас вместе со мной. Хочу сказать, что все вы сейчас даете свое время и свои мозги, сознание Всевышнему. И если бы это было записано в какой-то книге, в новой Торе, я уверена, что этому поступку Всевышний бы уделил две, три, четыре главы только сказать, как он гордится каждым из вас, который не впал в панику, не застрял в рутине, а решил посвятить самый высокий уровень, который он может свой разум Всевышнему. Немножечко дальше продолжаем. Да, это, наверное, Всевышнего последнее, что я хотела сказать. Знаете, когда человек выходит из дома, он садится на дорожку и не принято возвращаться, и там смотреть в зеркало, это все написано, как меня это вообще очень удивило, в Талмуде сказано, что нехорошо человеку возвращаться домой перед тем, как он едет в долгий путь. И вот был один хасид, который вышел из дома, отправляясь на работу в другую страну. И вдруг он понял в такси, что он забыл сумку с документами. Все, с одной стороны, возвращаться нельзя, плохая примета, а он едет на такую важную встречу. С другой стороны, без билета, так ему вообще не надо продолжать ехать, эта поездка будет напрасная. что делает в тяжелый момент хасид, правильно, он звонит и рабе, звонит он рабе и излагает ситуацию, которая у него случилась. И рабе говорит, возьми книгу Тани и поучи пару строчек, а потом можешь заходить. «Почему? Что изменится?» спросил этот хасид. «Ну как?» сказал рабе. «До того, как мы учим Тору и после того, как мы учим Тору, это два разных человека. Сейчас тебе нельзя заходить, а после того, как ты выучишь новую главу Тора, ты станешь умнее, ты станешь новым человеком, и такого человека можно будет зайти домой». Я желаю каждому из вас и каждому из нас, что если Всевышний не дай Бог постановил, что это время должно быть для нас сильным, сложным посредством этого урока, Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы мы изменились, стали новыми людьми, которые знаем, что рутина нам нипочем, что все, что происходит в мире, у этого есть хозяин, и хозяин не просто играет нами, как марионетками, а делает все логически, правильно, с какой-то целью, и эта цель, чтобы мы вспомнили, что есть Он, что мы Его слуги, что у нас есть силы бороться со всем. Надеюсь, что до этого урока и после этого урока мы два новых человека, а новый человек достоин полного исцеления и жизни в прекрасном мире с приходом на шероха. Здоровья всем вам, легкого карантина, использованного с пользой, и правда, надеюсь услышать уже от всех вас хорошие новости. До скорой встречи!